Приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Месяц назад мы приготовили сыровяленую колбаску. Видео называлось рецепт для начинающих. Ссылку на рецепт приготовления этой колбасы, естественно, я размещу в описании ролика. Готовили мы ее 27.09, сегодня 28.10. Я считаю, что колбаса готова к употреблению. Мы ее полностью завялили. Делали в точности так, как мы рассказывали в рецепте. То есть вялили ее не в нашей камере для вызревания, а вялили ее именно в контейнере, время от времени вынимая и помещая назад контейнер. Ну, в общем, если вам интересно, как мы ее делали и процесс самого вяленья, посмотрите наше предыдущее видео по ссылке в описании этого видео. Значит, колбаса готова, как я уже сказал. Ну, это мое мнение. Сейчас мы попробуем. Первое, что я хочу, это оценить вес. Значит, вот эта палочка месяц назад весила 369 грамм. Сейчас она весит 250 грамм. 110 грамм у нас ушло на завялку. Ну, как бы, сушка-утруска, короче. Сейчас я ее покажу, перед тем, как разрезать, покажу крупный план. Вот, друзья, посмотрите, вот такая вот получилась колбаска. Она немножко покрылась белой плесенью. Это не страшно, это даже хорошо. Совершенно допустимо, я считаю. Немножко ее скрутило в такой бумеранг. Но это же натуральная колбаса в натуральной оболочке. Она имеет, оболочка сама имеет какое-то напряжение и может вот такое скручивание произойти. Итак, друзья, разрежем. Ну что, немножко я волнуюсь, что получилось. Ну, похоже, получилось очень хорошо. Такой сальный очень какой-то кусочек. Разрежу вместе другом. Не очень равномерно распределилось сало. Но ничего, будем пробовать, друзья. Сейчас хочу найти срез там, где будет красивый рисунок. И в первую очередь, как обычно, покажу крупный план разреза колбаски. Итак, колбаска на срезе совершенно однородная, без пустот, сухая, никакой жидкости в ней не осталось. Ну, разрез очень качественный, я считаю. Очень качественный, очень красивая. Вот такая вот она на разрезе. Единственное, какая я считаю проблема, не очень равномерно распределилось сало. Но, собственно говоря, на вкус и на качество колбасы это никак не повлияет. Ну что, дорогие друзья, попробуем. Сейчас я попытаюсь рассказать. Ну, запах очень приятный. Настоящая сыровяленая колбаса. Реально очень приятный, классный запах. Ну, даже не скажешь, даже не скажешь. Такая хорошая итальянская сыровяленая колбаса. На вкус. Колбаса мягкая. Классический вкус сыровяленой колбасы. Ну, как бы сало совершенно не чувствуется. То есть оно никак, то что оно неравномерно не распределилось, никак на вкусовые качества не влияет. Очень вкусно, я считаю. Отличный результат. И хоть мы и вялили ее вот так вот в контейнере, в холодильнике, вынимали, доставали, помещали опять в холодильник. Результат получился потрясающий. Я считаю, что все у нас удалось, все получилось, друзья. Ну и, собственно говоря, призываю вас прекращать покупать покупные колбасы, в которые кладут хвосты и всякую остальную ненужную штуку, а начинать делать колбасы самостоятельно дома. Рецепт отличный. Рецепт очень подходит для начинающих колбасников. Если вы хотите попробовать себя в сыровяленой, ну вот, попробовать сделать сыровяленую колбасу, можете смело начинать с этого рецепта и с того регламента приготовления, которое мы описали в нашем предыдущем видео, друзья. Собственно говоря, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях к видео. Абсолютно на все вопросы мы отвечаем с Ларисой. Ну и, как обычно, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока!